Я считаю, что надо этому научиться, и поэтому сегодня я решила с вами поделиться именно тем, каким же образом необходимо делать покупки через интернет. Мы сейчас с вами сделаем так. Сейчас пока я по слайдов вам говорю, а потом я постараюсь вам вживую показать какой-либо поиск. Я постараюсь показать и сложный поиск, и простой поиск, который, в принципе, можно использовать для того, чтобы показывать человеку нашу программу. Есть определенные правила поиска. У нас с вами пока, к сожалению, нет российского Шерлока и нет русского Шерлока. Соответственно, мы с вами всегда предмет поиска пишем на английском языке. Я знаю, что очень многие не знают английского языка. Некоторые вообще его не знают, некоторые чуть-чуть знают, некоторые знают немецкий язык. Но поверьте, у нас есть переводчики разные. Есть в Гугле переводчик, есть автоматические переводчики страниц, и они все нам будут нужны. Я использую переводчик translate.ru для того, чтобы написать правильно название и предмет поиска. Вы можете сейчас не запоминать, если кому-то нужно будет данную школу и тренинг, я могу буду переслать эти слайды, это не проблема. Данный переводчик я использую именно для того, чтобы правильно написать название. Потому что в английском языке, если мы говорим, например, русский-английский, в английском языке, например, не воспринимается слово «женский». А там надо писать для женщины или мужской, если вы ищете одежду, предположим, или обувь, какую-либо. То есть вы не должны писать, то есть именно пишется «для кого». Тогда он вам переведет более правильно. Мало того, необходимо написать правильное название товара, если вы знаете марку, фирму. Идеальный вариант, если, например, особенно женщины ищут обувь, и он может вам выдать все, что угодно. И потом надо понимать, опять же, какую обувь вы хотите. То есть вы четко должны указывать и сезон. Например, у вас идут, предположим, сапоги для женщины. Зима. То есть вы ищете зимние сапоги. Или кроссовки для женщины. Вы в переводчик заносите. И опять же, не забывайте, что у нас, что касаемо спортивной обуви, у нас она бывает тоже разная. Она бывает для тенниса. Мы, женщины, как правило, ищем по модели. Понимаете, да? Но очень часто нужно именно для чего данные кроссовки или данная спортивная обувь вам необходима. Соответственно, мы еще поговорим сегодня про доставку товара. Я покажу, как это доставляется и как товар оплачивается. То есть первое, что необходимо понимать, мы должны правильно озвучивать предмет поиска. Вот это сайты-доставщики. У нас есть доставщиков море. Каким доставщиком вы будете пользоваться, это ваше право. Вы можете пользоваться ebay.today.ru. Я пользуюсь именно этим доставщиком, потому что я считаю, что он очень хорошо доставляет. Там масса отзывов. Есть очень много доставочных компаний. И в Казахстан, есть по всему миру. Вот здесь написано 4 сайта. На самом деле, для того, чтобы найти удобный для вас доставщик, вы можете совершенно спокойно зайти в любую поисковую систему Яндекс, Гугл, любой абсолютно. И написать просто в поисковой строке «Доставка грузов». И у вас вылетят практически все доставщики, которые существуют у нас в мире. Вы можете зайти на любой и просто почитать. Я делаю вывод, вот уже работая в компании где-то приблизительно 2 года, я делаю вывод, что мы с вами просто не умеем читать в интернете страницы. Потому что в интернете написано все. Как говорил один наш общий знакомый, у нас был дистрибьютор такой Александр Перов. Он у меня постоянно помогал мне. Он всегда говорил такую фразу сокровенную «Гугл вам в помощь». Потому что если вы чего-то не знаете, напишите этот вопрос в поисковой строке Гугла. Вам придет ответ. После этого вы совершенно спокойно найдете любой ответ на ваш вопрос. Каким образом мы с вами делаем перевод? Вот смотрите внимательно на страничку. Вот это сайт-переводчик translate.ru Мы слева пишем по-русски. Например, вот то, что тут написано. Пылесос Кирби. Кликаем на слово «Перевести». И он у вас переводит. И уже справа у вас идет перевод, который вы просто копируете и переносите в поисковую строку то, что вот выделено наверху красным. Перенеся в поисковую строку, мы кликаем дальше на голубую кнопку, или иначе говоря, там бывает написано «Поиск» по-русски или «Search». И далее мы уже обращаемся к своей программе, к этим торговым площадкам. То есть вы можете, предположим, пойти на любую из этих площадок. Или на Амазон, или на Байком, или на Валмарт. Но я, как правило, особенно такие вещи, как Кирби, или какие-то сложные вещи, я знаю, что я быстро не найду эту вещь. Я иду сразу на «Сравнить». И он мне открывает сразу несколько сайтов, на которые я могу уже сразу сориентироваться по ценам. Далее, предположим, я нахожу на Амазоне, я очень люблю, кстати, эту площадку, я на Амазоне нахожу данный пылесос. Вот в частности мы нашли его за 795 долларов. На самом деле он стоит, вы все очень хорошо знаете, что к нам приходили товарищи всем в квартиры и предлагали этот пылесос купить за 120-130 тысяч рублей. Это получается где-то 3-4 тысячи долларов. И в данной ситуации вы видите, да, то есть он стоит 795 долларов всего. Мы находим его и, естественно, мы его выделяем. Как бы кликаем, я вам потом все вживую покажу. Кликаем на данное название пылесоса и выходим на этот сайт. В данный момент мы уже на нем. Каким образом оформляется доставка? Мы копируем с вами у нас в адресной строке очень большой-большой-большой адрес. Мы этот адрес из адресной строки весь-весь выделяем и копируем. Далее. Идем на сайт-доставщик. Вот в данной ситуации это ebaytoday.ru. Это отдельный сайт. Это сайт-доставщик. Он не относится никоим образом к нашей программе. Он относится только к тому, что он доставляет для нас любой товар, любой продукт, который мы находим. Дело все в том, что есть сайты, которые доставляют сами, а есть сайты-доставщики. Например, с Амазона он не доставляет в Россию, и он не занимается доставкой. А есть сайты, типа, например, есть сайт Асос, есть сайт Victoria's Secret, есть очень много китайских сайтов, которые доставляют сами. А есть сайты, с которых вы доставляете благодаря сайту-доставщику. В данный момент сайт-доставщик у нас как раз ebaytoday. Для того, чтобы он вам доставлял качественно и хорошо, существует такое понятие «личный кабинет». Во-первых, здесь надо обязательно зарегистрироваться на этом сайте и заполнить полностью профиль. Вплоть до того, что туда вносится ваш адрес, паспорт, туда вносится копия паспорта сканированная. Почему? Да потому что вы будете посылку получать по почте или вам ее принесут домой просто с доставкой. Естественно, они же вам будут ее отдавать по паспорту кому. И для этого им нужны практически все ваши данные. Поэтому не удивляйтесь, там никто у вас за это и никак, тут никоим местом никакому не относится, ни к каким нашим службам здесь чисто для того, чтобы вы могли получить посылку вовремя. Мало того, вы видите, здесь есть телефоны на сайте доставщики. Если у вас возникли какие-либо проблемы, мало ли что, или вы чего-то не знаете, или вы хотите задать вопрос, то вы можете совершенно спокойно позвонить по этим телефонам и задать все вопросы, которые вас волнуют. Здесь есть скайп, то есть вы можете позвонить им и на скайп. Мало того, здесь есть такое понятие, как доставка крупногабарита, то есть они доставляют и крупногабаритный груз. Крупногабаритным грузом считаются грузы, например, холодильник, стиральная машина, мебель, это считается крупногабаритный груз. Соответственно, если вы не знаете, как это сделать, надо просто туда позвонить и выяснить, или, по крайней мере, прочитать в этом разделе. Также здесь есть возможность рассчитать заказ, вы можете рассчитать весь свой заказ и понимать, сколько это все стоит вместе с доставкой, насколько вам выгодно покупать тот или иной товар. Ну что ж, продолжаем дальше. Мы с вами скопировали, вы помните, да? Мы с вами скопировали из адресной строки полностью все. И далее мы идем вот сюда «Сделать заказ». У вас открывается окно, и вы вставляете сюда то, что вы скопировали с Амазона, например, или с какого-то сайта с адресной строки. И вы добавляете это в корзинку к себе. Кстати, здесь есть видео, как покупать через eBay и как покупать в интернет-магазинах. Вы это все можете посмотреть. У нас с вами товар попадает, а открывается вот такая страничка. Здесь уже стоит страна, откуда пойдет груз, ссылка, та, которую вы копировали, ID товара, это уже без вас. Мало того, если здесь не заполнено, например, оригинальное название или цена, то вы заполняете его сами. Вы копируете, идете обратно на ту страницу, где ваш товар, вы копируете оригинальное название, переносите сюда. Естественно, вставляете цену, количество. И обязательно, если вы берете технику, заказывать проверку товара. Здесь всегда внизу существует, надо поставить галочку, за эту услугу берут всего 10 долларов, но если вы не закажете проверку товара, они ответственно не несут. То есть что происходит? Вы фактически перекладываете всю ответственность на данный сайт, на данную компанию, для того, чтобы она доставила вам груз в целости и сохранности. Далее вы переходите вот на эту страничку и идете в «Мои покупки». И у вас открывается уже ваша корзинка, в которой стоит ваш пылесос Керпи, ваша задача, и попал он в разряд неоплаченный. То есть вы фактически каждую посылку, вы видите, что у меня здесь очень много отложенного товара, просто я себе искала и обувь, и разную, и я просто себе ее отложила. То есть вы можете заранее отложить сюда, и оно будет внеоплаченных, ничего страшного в этом нет абсолютно. Когда появляются деньги, вы просто спокойно это оплачиваете. Самое удивительное то, что вы постоянно будете следить за своей посылкой. Она сначала у вас будет в разряде неоплаченных, потом она попадет в разряд оплаченных, когда вы оплатите. И когда посылка для вас ее купят в Америке персонально, и она попадет на склад, вам придет письмо по почте, что ваша посылка куплена, она на складе. Мало того, они вам зададут вопрос, вам ее отправить, или вы еще что-то хотите сюда прибавить, потому что в посылке может быть не одна вещь, их может быть несколько. Вы командуете отправить, соответственно, она идет дальше. Обратите внимание, что есть здесь раздел «Отмененные». Что это такое? Бывают такие моменты, что они не нашли вашего размера. Вы заказали, а размера вашего нет. Или данной какой-то, например, телефона, данной конструкции тоже нет. Соответственно, они попадают в разряд отмененных, и деньги возвращаются обратно. Идем дальше. Теперь давайте посмотрим, каким образом необходимо рассчитать заказ. Вы идете наверху, у вас написано «Рассчитать заказ», и вы идете в раздел и рассчитываете заказ. Я, к сожалению, не могла сделать слайд. Наверху стоит стоимость полная. Это как раз пылесос «Керби», который за 700 долларов я нашла. Я ставила его на расчет, как раз сколько он может стоить с доставкой. То есть я поставила здесь доставку по Америке, по стране, иначе говоря. Здесь уже указано, что я в России, что я живу в Москве. И вес товара. Вы обязательно указывайте вес товара. То есть вес товара до 16 килограмм. Мы сейчас вживую все посмотрим. А далее я указываю способы доставки. То есть или первым классом, first class, или доставка eBay морем. Это 40-60 дней. Если вас это устраивает, пожалуйста. Меня устроила ЕМС. Это самая, будем говорить, крутая доставка. Это доставка, когда у вас и страхуется груз, и проверяется груз. То есть плюс ко всему еще оформляется страховка. Там полностью входит, как бы в полный комплект идет. Хотя, когда вы, когда груз ваш пойдет уже, и он попадет в разряд оплаченных, у вас будут на каком-то этапе спрашивать. А вы хотите застраховать груз? И вы должны решить это сами. Я рекомендую груз застраховать, особенно технику страховать. Каким же образом мы пополняем и кладем сюда деньги? Потому что деньги мы кладем сюда. Именно этой компании доверяем. Мы на нее перекладываем полную ответственность. Есть раздел. Там вот есть флажочек такой американский, английский. В зависимости от того, где вы находите товар, у вас в той валюте и будут деньги. Мы находим строку «Пополнить счет» и попадаем в раздел. Указываем любую сумму, имея в виду сумму, которая нам необходима. Я всегда рекомендую немножечко больше денег класть, потому что всякое. Бывает так, что когда вам предлагают застраховать груз, и у вас денег не хватает, и вам нужно бывает чуть-чуть туда доложить или пополнить, и придется еще раз пополнять. И у вас сразу появляется способ оплаты. Обратите внимание, наличные, электронные деньги, виза банковской карты, Сбербанк, мобильные платежи, то есть через терминал. Мы пробовали оплачивать по-разному. То есть мы и через терминал пробовали оплачивать, или через мобильные телефоны, и через карту банковскими переводами. Самое удобное на самом деле банковской карты. Я хочу обратить вас внимание, справа есть такая, здесь это не колонка, я ее выделила голубым совершенно специально. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, что все, что написано против, надо прочитывать. И прочитывать полностью. Тут могут быть нюансы. И поэтому, когда вы начнете оплачивать, обязательно читайте с правой стороны, что написано напротив того, как вы собираетесь оплачивать ваш товар. Далее мы выбрали Сбербанк, предположим. И у вас вылетает вот такое окошко. То есть сумма, которую вы кладете, к оплате у вас сумма стоит, к оплате комиссия берется, это естественно, абсолютно. И ваша задача подтвердить платеж. Вы подтверждаете платеж, и у вас вылетает страничка оплаты через банк. Не счет извещения, которое у нас справа, а слева страничка, просто я немножко наложила. Вы кликайте «Выписать квитанцию», и вылетает вот такая квитанция, которую вы просто распечатываете. А дальше вы уже знаете, что делать с этой квитанцией. Вы идете в банк, и совершенно спокойно оплачиваете данную квитанцию, и тот товар, который вы решили себе приобрести. Мало того, как только вы оплатите, вот сюда в этот, сейчас минутку слайд поменяется, вот в этот раздел, вверху, появится та сумма, которую вы положили. И уже после этого вы идете снова в свою корзинку и оплачиваете свой товар. Если вдруг у вас деньги здесь как бы остались, вам их вернули, вы хотите вывезти, то здесь есть еще и вывод средств. То есть возможность вывода средств есть. Далее мы идем с вами в корзинку, опять к себе. Ставим галочку напротив того товара, который вы хотите оплатить, и кликайте, у вас сразу открывается внизу окно «Оплатить». Кликайте туда, товар оплачен, и он попадает в разряд оплаченных товаров. Далее у вас начинается переписка с данным сайтом, то есть они вам постоянно говорят. Или они посылают смс на телефон, или они пишут вам по e-mail. Все движение товара. То есть не надо этого бояться. Предположим, вы покупаете обувь или одежду. Вопрос, как определить размер? Мы же знаем прекрасно, что у нас российские размеры это не американский размер, и не английский размер, и не европейский размер. А нам обязательно нужно указать размер. Как понять, какого размера мне купить обувь? Кстати, обувь покупать по интернету самое трудное и сложное. Тем не менее, это возможно. У меня, например, ребенок покупает в интернете все. И одежду, и обувь, и джинсы, и практически все, что у нее сейчас приобретено, оно покупано именно через интернет. Ну что ж, мы идем просто в Google и пишем в поисковой строке, вот вы видите, таблица размеров обуви. И все. И начинаем просто читать. Еще раз повторяю, научитесь читать в интернете страницы. И заходим практически на любое, видите, сколько здесь у нас вывалилось с сайтов, которые мы можем просто прочитать. Зайти и посмотреть, какого размера нам необходимо купить ту или иную обувь. Дальше у вас, вот я пошла на сайт, и здесь уже видно, что таблица соответствия размеров мужской одежды, даже размеры носков, женской одежды, все что угодно. Пожалуйста, вы просто заходите, то, что я сделала, зашла, вот таблица соответствия размеров женской обуви. Это сантиметры, измеряется ваша стопа в сантиметрах, и вы видите, что российский размер у вас, например, такой, европейский 38,5, а американский 8,5. Но еще есть английский размер, но это вы просто уже, когда ищете таблицу размеров, вы уже пишете просто-напросто Англия и смотрите еще английский размер, потому что английский и американский размер, они тоже разные. Вы находите соответствие, и уже вы знаете, что у вас, например, если вы берете на Амазоне, и в Америке, вы понимаете прекрасно, что ваш размер, например, 8,5. Это у меня кроссовки, я себе брала 8,5. То есть, это значит, что мы с вами не ошибемся. Дальше, когда вы нашли размер, вы его указали, вы определились с размером, и вы снова копируете из адресной строки то, что вы нашли, и дальше вы опять идете, опять же, на сайт доставщик, и доставляете, и оформляете доставку товара, ту, которую вы нашли. Сейчас немножечко подождите. Я отключу минутку. Сейчас я покажу вам, как вживую это делается. И мы с вами зайдем сейчас в интернет. Так. А что у нас? Ага, вот. Вот у нас Яндекс. Мы давайте зайдем в Google, хотя мы можем и в Яндексе искать, но обратите внимание, у нас Шерлок стоит, программа у нас стоит, а у нас с вами Яндекс.ру. По-любому поиск будет все равно происходить в коме. Я зайду в Google, потому что я к нему уже привыкла. Каким образом переключается наша программа. Вот что я еще хочу вам показать. Вот у нас с вами программа. Мы ее открыли. Мы же с вами ее можем. Давайте немножечко экскурс по ней пройдем. Вот сейчас в данный момент вы видите, Shop USA, это покупки Америка, и Travel USA. Travel это путешествие, соответственно, вы можете совершенно спокойно. Там есть три сайта, Hotels, это гостиница, заказ гостиниц, и Expedia Booket, это заказ билетов на самолет. Вот точно так же у нас есть Shop Canada. Кстати, обратите внимание, что здесь есть очень хорошая площадка, минутку, Ask. Она мне очень нравится. Это выход в интернет вообще. Она может очень вам пригодиться. Почему? Потому что очень часто бывает так, что товары вы не находите по тем сайтам, которые здесь. Так вот, площадка Ask вас выносит в интернет, просто в общий интернет, сейчас мы попробуем это увидеть. Мало того, если вы ищете товар, а товар вы четко знаете, что производится в Европе, то вы можете переключить вашу программу, зайдя вот в этот раздел, и на ту страну, на какую-либо европейскую страну. То есть здесь есть, переключаете на любую страну, которая вам нравится, дальше вы кликайте обновить установки, и программа у вас готова к работе. Я сейчас не буду это делать, чтобы не напрягать сильно компьютер. Каким же образом? Давайте мы приготовим еще переводчик наш. И попробуем еще раз, я вам напишу, этот же пылесос Kirby, попробуем его найти. А потом я вам покажу сложный поиск, бывают моменты сложного поиска. Мы пишем по-русски слева, сейчас мы переключим, прошим просто пишем пылесос, потому что мы не знаем название, очень многие, как это переводится. И кликаем перевести. Очень медленно листаются слайды. Ух ты, у нас реклама еще пошла здесь. Очень здорово, она нам не нужна, но, к сожалению, она бывает. Вот он нам перевел. Сейчас минутку, слайд уберется. Картинка медленно листается. И нам предлагают суши. Так, вот поменялась картинка. Вот мы кликнули перевести, он нас перевел. Пылесос это вакуум-клинер. Мы с вами копируем название и идем обратно в Google. Сейчас, минутку, очень медленно. Идем в Google и в поисковой строке вставляем то это название. Но мы еще добавим с вами Kirby. Вот он нашел название. Кликаем на Search и дальше мы обращаемся на программу. Идем на программу. Мы можем кликнуть на Сравнить. Сейчас я попробую это сделать. И у вас сразу открывается, обратите внимание, наверх, несколько окон. Компьютеру очень тяжело в данный момент. У него получается очень большая нагрузка, учитывая еще, что я показываю это все. Но, тем не менее, я думаю, он нам откроет. Мы его не будем сильно торопить. Вот он открыл нам окна разные. И сейчас мы посмотрим с вами. Вот он нам открыл на безрейте. Здесь есть Kirby за 849 долларов. Давайте посмотрим на другой площадке. Здесь мы на вскидку быстро не видим. Я ее закрываю. Она нам не нужна. Вот. Здесь мы видим, медленно очень перелистываются слайды. Здесь на гугле мы видим, что здесь есть Kirby за 2000 долларов. Нас это не устраивает. Мы идем дальше, смотрим. Мы переходим на Shopping. Я здесь не вижу. Я ее тоже закрываю, эту площадку. Переходим на eBay. Здесь мы видим за 649 долларов. И за 549 долларов даже видим. Но я вам чуточку позже покажу, что очень много бывает вещей, использованных. И быстрее всего данный пылесос, он не новый. Вы обязательно смотрите, новый это или не новый. Мы пошли дальше. Здесь тоже нету. Мы оставляем только те площадки, где мы увидели сразу Kirby. И здесь тоже мы видим стоимость. Давайте просто ради интереса зайдем на любой абсолютно и посмотрим, что это за пылесос и почему он такой дешевый. Да, здесь написано, видите, reconditioned – это отремонтированный, иначе говоря. Это отремонтированный. А мы хотим нового с вами, соответственно. Давайте пойдем дальше и посмотрим. Вот мы заходим с вами на Amazon. Очень люблю эту площадку. Очень. И здесь возможно. Вот здесь мы видим уже пылесос, который стоит 1200. Это явно, мало того, новых за 999 долларов 7 штук. Мы кликаем на эти новые. Сейчас мы перейдем, найдем эту стоимость и посмотрим, каким же образом. Вот находим фирму, которая продает за 999. И находим данный пылесос. То есть мы с вами затратили очень мало времени для того, чтобы найти тот товар, который нам необходим. кликаем еще раз на Кирби, и мы видим уже пылесос в упаковке. Мало того, здесь внизу картиночки у вас. Вы можете посмотреть все, что туда входит, какие тут коробки, и сколько их, какое количество. То есть все это как бы здесь есть, и все это показано. Вы можете все это рассмотреть. Самое главное, вот когда я рекомендую всегда включать переводчик, обратите внимание, что у меня переводчик сейчас не включен. Дело все в том, что он очень часто мешает. Мешает именно искать покупки. И поэтому вот в данной ситуации уже необходимо включить переводчик и заставить перевести. Зачем? Мы же должны прочитать параметры того товара, который мы приобретаем. То есть мы в данный момент должны понять, сколько весит он, что он делает, какой он, или какая это ткань, если вы берете какую-то вещь себе, там пальто, шубу, натуральная это норка, если вы берете шубу, ненатуральная это норка, или из кожи это, например, обувь, или это заменитель кожи. Вам это необходимо знать. Так вот переводчик я прошу включать именно тогда, когда вы уже нашли конкретный товар. Почему? Потому что он очень часто вам мешает. Опять же объясню. Вот сейчас мы перейдем на нашу первую страницу. И очень часто люди включают автоматический переводчик. Он включается, я прямо сейчас покажу, где. Вот здесь есть в правом верху слово настройки. Вот. И там написано всегда переводить английский на русский. Я не рекомендую включать его на автомат. Почему? Потому что если вы будете в поисковой строке писать английский, он будет автоматом у вас переводить. У вас у компьютера просто снесет крышу. Он не может понять. Он начнет сразу переводить, а вы идете на Джина. Не на Джина, господи, на Шерлока. И у вас начнется... Компьютер просто не поймет. Он вам будет делать абсолютно неправильный поиск. Вам будет это мешать. Поэтому я всегда рекомендую включать переводчик уже тогда, когда вы нашли конкретный товар. Мы кликаем перевести. Понятно, что он будет немножко кривоватый, но наша-то задача найти вес. Понимаете, да? И мы опускаем страничку. И вот я сейчас вам покажу. Вот здесь внизу мы видим, что вес его 35 фунтов. Теперь вопрос. Это же фунты, а нам-то нужны килограммы с вами. Опять же, что мы делаем? Мы идем просто в Google, в обычный, и пишем в поисковой строке таблицы веса килограмм тире, например, фунт. Сейчас, минутку. Фунт. Нам нужно понять таблицы веса или таблицы веса. Вот они у нас появились, появились. И вот буквально прямо на первую мы с вами идем. И здесь очень ясно и понятно написано. 1 фунт 0 454 килограмма. У нас с вами там было 35 фунтов. Вот и считаем 35, умножаем на 0 454, и получается 15 килограмм 800, то есть где-то 16 килограмм будет весить этот пылесос. То, что нам и необходимо. Я это убираю, таблицу убираю. Что мы делаем дальше? Мы выяснили все параметры с вами и переводчик убираем. Опять же, потому что обратите внимание, название стоит кривое, тут написано «Кирби», да еще и вертикальный вакуумный по-русски. А нам нужно чисто английское название. Соответственно, мы кликаем «Показать оригинал». У нас появляется оригинал, и дальше уже мы с вами идем на площадку eBay-Today.ru, то есть для того, чтобы оформить доставку. Опять же, поясню, необходимо обязательно здесь зарегистрироваться и вообще все прочитать на этом сайте. Что мы делаем дальше? Давайте рассчитаем заказ. Мы заходим, у нас открывается вот такое окно, мы с вами вписываем 999, это стоимость нашего товара, и нам нужно написать доставку до склада в Америке. возвращаемся на страничку и внимательно смотрим. Всегда в правом углу вверху на синим поле стоит цена. Если свободно и она не стоит, значит доставка у вас бесплатная. Здесь написано 999 плюс 2199, то есть доставка по Америке будет стоить 2199. И мы это вписываем сюда. 2199. Он нам уже прибавляет. Наша страна Россия, город у меня Москва. и естественно мы с вами пишем дальше нам нужны наши килограммы. Да? Ну он 1580, вот мы напишем до 1701. То есть до 1701 минутку. А, нет, это неправильно я пишу. Сейчас мы напишем. вот у нас 15, сейчас минутку. Так, сейчас найдем мы наши килограммы. Вот у нас есть до 16, до 16 тысяч грамм. Вот мы с вами нашли вес. И дальше наша задача указать способ доставки. То есть это мы только просчитываем. Вот мы кликаем, я считаю, что EMS это самое классное, но вы можете выбрать. Если вы, например, покупаете что-то другое, там, я не знаю, дешевле и дешевый товар, вопрос большой, а стоит ли делать такую крутую доставку. Может есть смысл недорогую какую-то доставку сделать, но ничего, подольше подождать, но тем не менее, например, приорити это не хуже доставка, она идет в течение 13 дней, на самом деле и 15 всяко бывает. Вы но тем не менее, мы здесь указываем доставку и нам обратите внимание, наш пылесос встает 1322 доллара. Понимаете, да, что он по-любому встает дешевле. Значит, наша задача положить на этот сайт приблизительно 1350 долларов. Далее мы идем так же, как мы и шли с вами. Делаем заказ, то есть мы идем, кликаем сделать заказ копируем из адресной строки ссылку, возвращаемся обратно на eBay Today, вставляем эту ссылку и добавляем корзинку. У нас появилась поляна такая, тут уже все написано, но цена здесь стоит не та, я исправляю здесь цену, 999. Вот, стоимость доставки по стране. Вы помните, что там была стоимость, мы сейчас вернемся и посмотрим еще раз, а стоимость доставки по стране у нас с вами 2199. И вот в это поле мы мы с вами вносим 2199. Количество 1. Размер нам не нужен, когда вы берете обувь или одежду, вы указываете размер. Но обратите внимание вот на эту часть. Заказать проверку товара. Обязательно кликаем заказать. Почему? Потому что написано без заказа услуги проверки товара претензий по товарам к продавцам и службам доставки не принимаются. Соответственно вы четко должны понимать, что вы ответственность перекладываете на данную компанию. Так давайте переложим полностью ответственность и все. И мы добавляем товар. Дальше мы идем мои покупки. Он у нас с вами попал ой сколько же здесь пылесосов. Я каждый раз показываю, каждый раз они здесь. То есть наша задача только взять и оплатить этот товар. То есть мы кликаем галочку но мы давайте еще раз я покажу вам как пополняется счет. То есть мы заходим в раздел и кликаем пополнить счет. У вас вылетает страничка в которой есть окошечко и вы сюда пишите сумму. Ну предположим мы пишем я сейчас напишу просто сумму небольшую и просто чисто образно показать каким образом это делается. У вас вылетает вы уже видите очень много примеров. Давайте я вам покажу например вы хотите оплатить через терминал. Не важно что. Вы кликаете на слово терминал и у вас вылетает очень много терминалов которые могут стоять в вашем городе. То есть вы подходите к этому терминалу и просто вносите деньги. Вы кликайте пополните и обратите внимание например Кеви он от 100 долларов это 3537 а вот Эликс нет он 3300 дешевле вопрос где лучше оплачивать то есть вы на это обращаете внимание потому что может быть дешевле намного или например если вы хотите карты оплатить визой опять же если вы оплачиваете мастер кард 3300 а если карта виза 3300 ну в принципе здесь одинаково то есть банковская карта идет одинаково ну давайте мы вернемся к терминалу предположим мы хотим нам дешевле надо зачем нам переплачивать и мы кликаем пополнить у вас появляется вот такое поле где идет информация о платеже сумма пополнения 100 долларов в переводе комиссии 0 обратите внимание это хорошо вы подтверждаете данный платеж у вас появляется такая табличка вот здесь платежные терминалы а рядом справа инструкции по оплате в разделе электронная коммерция укажите номер вашего счета вот ваш счет вы можете его просто распечатать или счет например вы можете оплатить счет РБК поманим множеством способов и вы просите распечатать и он вам предлагает и спокойно вот у вас появляется счет вы можете распечатать номер счета хотя это не обязательно вы можете просто написать когда вы подходите к терминалу вы просто набираете номер счета но вы обратите внимание опять же справа через что РБК мани то есть вы подходите к терминалу набираете РБК мани указываете номер счета или вы его распечатываете или вы просто его списываете и только после этого вы кладете деньги в терминал сейчас мы вернемся обратно и попробуем еще показать вам через карту например давайте еще раз укажем сумму и пойдем через банковскую карту это самое удобное на самом деле вот у меня предположим мастер карт я кликаю пополнить опять у меня появляется страничка где я должна подтвердить свой собственный платеж и я подтверждаю платеж вот у меня появляется для покупки вашей сформирован счет вот этот счет вам будет послано письмо на электронную почту что у вас сформирован счет счет будет ждать вас вот при всем при том я делаю так я здесь вписываю в верхнем окне номер своей карты держателя карты то есть фамилию имя извините я ошиблась держателя карты на латинском языке то что у вас написано на карте дальше идет номер карты дальше срок действия карты и секретный код и вы кликайте оплатить все то есть это самый удобный вариант оплаты вашего товара но тем не менее вы можете оплатить его по-разному и через сбербанк если вы хотите потому что сбербанк есть в любой части по-моему нашей необъятной страны поэтому это тоже как один из способов оплаты нашего товара после того как деньги туда попали предположим у вас тут появились деньги как только вы оплатили вы идете в свою корзиночку кликайте на слово корзина вы опять появляетесь в ней дальше вы кликайте напротив того товара который вы хотите оплатить предположим и оплачивайте товар то есть у вас появляется окно оплатить и после этого ждете товар когда он к вам уже прибудет и ведете переписку с данным сайтом вот таким образом происходит доставка и оплата товара не бойтесь этого дела теперь я хочу вам показать мы сейчас отсюда уйдем поиск который может быть достаточно сложным у меня такое было очень часто наши клиенты просят а вот давайте о слабо найти вам и где наши ошибки с вами когда мы производим тот или иной поиск особенно когда я вообще рекомендую всем когда вас берут на слабо и говорят о слабо найти вот сейчас мы с вами будем искать резиновую лодку с парусом я понимаю прекрасно что каждый человек волнуется хочется человеку объяснить показать программу в полной красе и я просто рекомендую когда вы это делаете вы говорите я просто показываю технику и показывайте то что выгодно например костюм от Валентина парисос кирби айпад то что вы сможете написать понимаете да айфон это много этого очень много в интернете и вы это сможете найти очень быстро там не надо будет ничего фантазировать и думать хотя поиск и научиться поиску можно очень быстро это только практика и включаем голову потому что очень много как я называю кривых сайтов которые внизу и через эти сайты можно тоже очень много найти ну давайте мы зайдем в переводчик и я прямо так и напишу и вы увидите что это неправильно то что мне сказал мой клиент я буду писать резиновая лодка с парусом мы же хотим найти как нам озвучил клиент так мы и делаем кликаем перевести он нам перевел и смотрите какая интересная ошибка это неправильное название а мой клиент сказал такую вещь он нашел резиновую лодку с парусом но она стоит 100 тысяч а вы мне найдите вот дешевле теперь смотрите что нам выдает наша программа я даже не пойду на сравнить а просто пойду на сайт ну например на гугл на этот же и вы сейчас увидите что он нам выдаст то есть мы ему задали неправильный поиск очень часто такое бывает когда вы пишете или включили автоматический переводчик он у вас с английского начинает переводить на русский и у вас идет полная абракадабра но лодки с парусом тут 100% нет значит где найти самый главный вопрос где найти оригинальное название и как его найти это оригинальное название как я это делаю вот мы с вами в интернете у нас здесь написано резиновая лодка с парусом я начинаю двигаться вот по этим сайтам я пока на Шерлока не хожу вот зайдем сюда предположим видим тут какие-то парусники но они не резиновые а хотя вопрос да давайте зайдем еще вот сюда например и просто включим переводчик вот тут я иногда рекомендую перевести мы же не знаем английского языка а нам нужно нормальное название мы переводим и видим нашу ошибку видите что написано надувные парусники то есть нам не резиновую лодку с парусом надо искать понимаете а надувную лодку с парусом но никак не резиновую потому что он вам выдаст все резиновые сапоги потому что компьютер понимает вас буквально и далее вы переводите и еще раз вставляете в поисковую строку для того чтобы у вас было правильное название вот уже с этого момента вы понимаете что тут вы да можете наверное что-то и найти сейчас мы с вами посмотрим а теперь уже мы можем двигаться на нашего Шерлока и попробуем зайти например мы идем на сравнить естественно потому что нам надо смотреть в общем и желательно это делать быстро нам еще и скорость нужна ага лодки появились какие-то уже то есть лодки мы видим то есть явно не сапоги то есть это уже будут не сапоги соответственно а именно то что нам надо но вопрос большой пока мы паруса здесь не видим нам же еще и с парусом надо задачка-то серьезная и вот данный момент на безрейте мы смотрим страничку опускаем немножко вниз мы можем пойти здесь несколько страниц мало того я хочу обратить ваше внимание на сайты которые находятся внизу вот сейчас страничка у вас передвинется внизу вот они самые нижние никогда не пребрегайте здесь тоже может быть очень много интересного если вы не находите здесь а здесь несколько страниц вы всегда можете обратиться вот к этим сайтам и посмотреть еще здесь но мы с вами посмотрим другие площадки мы зайдем на amazon у нас к сожалению не загрузился мы его перегрузим ага вот он загрузился да мы посмотрим вниз к сожалению он на первой странице нам не находит и опять же не забывайте что у нас здесь внизу есть еще сайты на которых можно тоже поискать то что вы ищите даже здесь есть сайт обратите внимание нижний сайт made in china то есть в китае мы зайдем на вторую страничку на всякий случай и тут ура называется мы уже видим какую-то тут лодку с парусом и находим именно то что мы хотим найти вот сейчас у вас страничка поменяется и сейчас мы уже видим что но это каяк опять же лодки бывают разные что хочет наш товарищ который нас попросил но здесь внизу очень много разных лодок и соответственно мы ему уже можем показать как она работает что мы потратили одну-две но максимально 15 минут и нашли ему то что он в принципе хотел и показываем те вещи которые он хочет найти можно посмотреть и другие сайты это не проблема абсолютно но опять же я еще раз повторяю никогда не пренебрегайте сайтами которые у вас внизу основного поиска потому что здесь именно здесь вы можете найти именно то что вам необходимо вот кстати и на гугле мы с вами нашли тоже лодки с парусом здесь даже есть катамаран но здесь он дорогой достаточно но есть и дешевле сейчас мы его откроем посмотрим вот то есть возможен поиски сложный не бойтесь сложных поисков пользуйтесь сайтами и в прямую и в кривую какие угодно очень долго открывает нагрузка большая у компьютера так ладно не будем его мучить вот то есть мы видим с вами здесь уже очень много лодок и с парусом с таким и с парусом который и даже есть вот доска внизу именно с парусом вот то есть очень быстро вы можете найти тот или иной товар вот таким образом вот например можно зайти на этот сайт внизу давайте я зайду чтобы вы убедились что это возможно искать еще на этих сайтах вот и вот мы с вами вышли на сайт удивительно здесь у нас разные лодки всякие с парусами и даже есть еще и стоимость их стоит то есть тут мы можем уже погулять и показать нашему клиенту что дорогой клиент мы тебе нашли то что ты хотел вот но иногда бывают моменты что вы очень волнуетесь и вам надо просто-напросто время потому что дома вы в спокойной обстановке это находите а когда вы немножко в обстановке когда клиент стоит над душой это достаточно сложно искать сложно и естественно для вас это тяжело вы можете совершенно спокойно ему сказать давайте сделаем так я вам найду и вышлю ссылку но найду дома а сейчас я просто показываю принцип и как это делается поверьте мне клиент будет доволен потому что у меня например в моем как бы в моей истории работая в этой компании было и мы искали дайверский костюм в чем я вообще ничего не понимаю 9 миллиметров для подводного лова рыбы это реально было непросто когда клиент стоит над душой но тем не менее за 15 минут мы ему нашли именно то что он хотел и дешевле во много много раз то есть реально дайверский костюм здесь стоит 12 тысяч мы его нашли за 200 долларов за 6 тысяч мало того поиск был сложный тем что костюм нужен именно для холодного сезона для холодного время года соответственно пришлось его искать там где бывает зима то есть вы еще и начинаете думать поэтому когда вы занимаетесь поиском пожалуйста включайте голову свою и не пренебрегайте никаких надписей где-либо если надо включить переводчик включайте переводчик смотрите даже учитывая что он переводит криво и пользуйтесь вот этими сайтами которые у вас всегда внизу цепляются потому что вполне вероятно вы найдете именно там спасибо вам огромное что вы меня внимательно слушали мы с вами целый час проговорили я вас благодарю я на этом заканчиваю до свидания